Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 21 августа. Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и грядущего страшного суда, родился в середине 12 века в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога о сыне. С детства он рос в страхе Божьем, часто посещал церковь и имел возможность учиться по книгам. Родители надеялись, что их единственный сын вступит в брак и продолжит знатный род. Но он искал другой жизни. По смерти родителей, раздав свои имущества монастырям, церквам и бедным, преподобный ходил по городу в рубище, моля Бога указать путь спасения. Он принял постриг в монастыре Пресвятой Богородицы, который стоял в пяти верстах от Смоленска на месте селища. Проходя в нем различные послушания, преподобный усердно занимался списыванием и собиранием книг, черпая из них духовное богатство. Смоленский князь Роман Ростиславович, умерший в 1170-м, завел в городе училище, в котором учились не только по-славянски, но и по греческим и латинским книгам. У самого князя было большое собрание книг, которым пользовался преподобный Авраамий. Более тридцати лет подвязался он в обители, когда игумен убедил его принять в 1198 году санкт-пресвитера. Каждый день он совершал божественную литургию и исполнял послушание духовника не только для братьев, но и для мирян. Вскоре преподобный стал широко известен. Это возбудило зависть братьев, а затем и игумен. И через пять лет преподобный вынужден был перейти в крестовозвиженский монастырь в самом Смоленске. На пожертвование богомольцев он украшал соборный храм бедного монастыря иконами, завесами и свечами. Сам он написал две иконы на темы, которые более всего занимали его. На одной изобразил страшный суд, а на другой – истязание на мытарство. Сухой и бледный от крайних трудов подвижник был похож в священных одеждах на святителя Василия Великого. Святой был строг и к себе, и к духовным детям. Он неустанно проповедовал в церкви и приходящими его келью, беседуя равно с богатыми и бедными. Городская знать и духовенство требовали у епископа Игнатия предать преподобного в суду, обвиняя его в прещении женщин и переманивании духовных детей. Но страшнее были обвинения его в еретичестве и чтении запрещенных книг. За это предлагали утопить или сжечь подвижника. На суде князя и епископа преподобный отвел все лживые обвинения, но, несмотря на это, ему запретили священно действовать и перевели в прежний монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Страшная засуха была Божьим наказанием за неправедный суд, и лишь когда святитель Игнатий попросил прощения у преподобного Авраамия и разрешил ему служить и проповедовать, дождь напоил смоленскую землю. Святитель Игнатий построил новый монастырь в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы и поручил в нем настоятельство преподобному Авраамию, а сам, оставив по старости епархию, поселился в нем. Много было желавших поступить под руководство преподобного Авраамия, но он принимал их весьма разборчиво и после больших испытаний, так что в его монастыре у него было только семнадцать братьев. Преподобный Авраамий после смерти святителя Игнатия, бывшего его духовным другом, более прежнего внушал братьям помнить о смерти и молить все день и ночь о том, чтобы не быть осужденными на суде Божием. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года, пошив выночистый пятьдесят лет. Уже в конце тринадцатого века ему была составлена служба, совместная с учеником преподобным Ефремом. Страшное монголо-татарское нашествие, бывшее наказанием Божиим за грехи, не только не заглушило памяти преподобного Авраамия Смоленского, но напомнило людям его призыв к покаянию и памятованию страшного суда. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова